Абсолютный триумф российских лыж. После первого этапа Кубка Мира в Финляндии, где наша национальная команда взяла лишь одну медаль в шести стартах, болельщики немного напряглись. Но уже следующая стадия турнира порадовала всех. От фанатов до специалистов. Личное золото Большинова и полное доминирование в мужской эстафете. Первое и второе место. С активным участием тюменцев и где? На норвежской территории. Этап Кубка Мира в Лилихамере открыл скиатлон, в котором победил выступавший в прошлом сезоне за Тюменскую область и ставший вице-чемпионом Кубка Мира Александр Большинов. Главный его соперник в борьбе за Большой Хрустальный Глобус, норвежец Йоханнес Клэбо, финишировал в минуте позади на четвертой позиции. Интересно, что эстафету на следующий день оба не побежали. Впрочем, и Россия, и Норвегия с их богатым выбором топовых лыжников все равно выставили по две мощные четверки. Но сработала химия именно наших квартетов. Номинально первую российскую команду составили Андрей Ларьков из Татарстана, представитель Коми Илья Семиков, тюменец Денис Спецов и красноярский атлет Андрей Мельниченко. Во втором составе на классических этапах бежали партнеры Спецова по региональной сборной Евгений Белов и Иван Якимушкин. Третий этап был доверен Илье Порошкину из Коми, а завершал усилия партнеров многолетний лидер югорчанин Сергей Истюгов. Каждый из наших соотечественников на своем этапе с задачей справлялся. Ровно шли и представители других сборных. Все это привело к тому, что на заключительный круг четвертого этапа вместе уходили семь команд. И здесь россияне включили турборежим. Устюгов и Мельниченко, казалось, даже не напрягаясь, просто взяли и убежали от преследователей. То, что у нашей команды будет золото и серебро, стало ясно километра за полтора до финиша. Оставалось лишь понять, кто же окажется сильнее. До разборки на последних метрах дело не дошло. Очередное ускорение у Истюгова Мельниченко подхватить не смог. Золото у второй команды, серебро у первой.